В селе Озерки в Чердоклинском районе установили новый отопительный котел. Ранее выход из строя одного из старых котлов привел к чрезвычайной ситуации. 20 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и сельский клуб в любой момент могли остаться без тепла, и это в лютые морозы. Температура в помещении школы сейчас 20-22 градуса. Занятия не отменяли даже из-за похолодания. Однако буквально неделю назад родители всерьез опасались отправлять детей на занятия. Тепло могло пропасть в любой момент. Ежедневно до 7 утра мне представляют информацию о состоянии объектов жизнеобеспечения Ульяновской области, и не могло не остаться без внимания тот факт, что в каждой сводке проходит такая красная линия подчеркнутая информация о поселке Озерки, о том, что есть опасность нестабильного теплоснабжения. В 60-х годах котел функционирует на сегодняшний день. Бывают периодические отключения и вопрос постоянно на контроле. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, было решено провести КЧС. Там постановили, в Озерках должен появиться новый котел. И уже 15 декабря был заключен договор на поставку и установку современного импортного котла. Сейчас в котельной заканчивается обвязка нового оборудования. Работу котел начнет примерно через неделю. Жители могли остаться без тепла. В настоящее время в работе только один котел, резервный котел, в нерабочем состоянии. И проходить всю зиму на одном работающем котле это неприемлемо. И на основании проведенного анализа работающего котла он практически уже в нерабочем состоянии. В любой момент может произойти отключение этого котла с порой. Ну и соответственно со всеми вытекающими последствиями. Новый котел более энергоэффективный. Мощность его превосходит необходимую для обеспечения теплом поселка. Выбирали с запасом. Разница между старым и новым котлом, как говорится, налицо. Старый весь аналоговый и занимает десятки метров. Новый – компактный. А панель управления цифровая. Рабочие котельные уверены, с новым оборудованием они быстро найдут общий язык. В результате этого мы не можем поднять на вторые, на третьи этажи, дать добротное тепло. Сколько должно быть. И в результате, конечно, соответственно, с села идут жалобы. Нету тепла, холодно, завоздушивает постоянно. То есть если тепло приходит на третий этаж, то воздух не дает. То есть вот у нас вот такие у нас идут проблемы с этим котлом. Так и работали. Каждую смену надеясь, что сегодня ЧП не случится. А многочисленные жители села мерзли. Теперь начальник котельной уверен, проблемы кончатся. Хотя признается, и от второго нового котла в качестве резервного не откажутся. Андрей Творогов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.